МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Все самое важное, чем жила республика в этот год в специальном информационном выпуске. Чтобы нам всем было легче сориентироваться в круговороте событий, мы распределили их по нескольким номинациям. А помогли нам вы, уважаемые телезрители, назвав самые интересные темы, которые мы освещали в течение года. Итоги года по версии журналистов национального телевидения Чуваши и наших телезрителей выглядят следующим образом. Копилка вещественных доказательств, свидетельствующих об успехах Чуваши в различных областях, в этом году заметно пополнилась. Республика получила вымпел от Министерства обороны России за лучшую организацию воинского учета. Министерство спорта признало нас самым спортивным регионом. И даже вручила национальную премию. Кстати, за звание лауреатов в самые сложные многочисленные номинации боролись 82 субъекта страны. Чувашия обошла всех конкурентов. Малая родина может спать спокойно. В Чувашии живет лучший полицейский страны. Начальника штаба отдела внутренних дел Новочебоксарска Александра Алексеева на конкурсы выдвинули сослуживцы. И не прогадали. Первое место в российском рейтинге эффективности и экологии предприятий также досталось нашей республике. А вот в конкурсе на самый благоустроенный город России Чуваксары заняли второе место. Между прочим, неплохой результат и одновременно стимул. Зато столица Чувашии стала бесспорным лидером голосования за наиболее значимый, узнаваемый и символичный город страны. За Чуваксары отдали голоса более 160 тысяч россиян. На сайте городроссии.рф можно было узнать об истории, культуре номинантов, посмотреть уникальные фотографии и самые известные памятники архитектуры. Глава лучшего города тоже стал лучшим. Во всероссийском конкурсе «Открытый муниципалитет» Леонид Черкесов обошел 250 своих коллег и был признан самым открытым главой. Во многом благодаря наличию сайта обратной связи с горожанами и регулярному освещению его деятельности в средствах массовой информации. К чему мы тоже руку приложили. 2013 год выдался непростым для экономики Чувашии. Валовый региональный продукт снизился, промышленность уперлась в стену. В итоге правительство вынуждено скорректировало прогноз на 2013 год в сторону уменьшения. В частности, по индексу промышленного производства вместо 104% заложило более скромное 96%. В ноябре Министерство экономики вновь переписало прогноз, но уже со знаком «плюс». Повысило индекс промышленного производства по году с 96 до 99-100% к уровню 2012 года. В любом случае, показатель получился меньше, чем годом ранее. Тогда было 107%. Корректировку прогноза в Миннеке посчитали небеспочвенный. Расчет по-прежнему на сотрудничество со стратегическими партнерами в лице госкорпорации и подписанные с ними соглашения, в рамках которых предприятия республики получают заказы. Как выжить в условиях ВТО и как экономический спад обратить на пользу? Точки роста в новых экономических условиях искали участники 6-го экономического форума «Регионы России от стабилизации к развитию». Говорили, что добиться желаемого возможно, опираясь на грамотный менеджмент, инновации, технологическое развитие, благоприятный инвестиционный климат. Серьезным вложением в инвесткопилку стали запущенные друг за другом заводы «Ядрен молоко» и «Траковская керамика», специализирующиеся на производстве кирпича. Начало 2013 года стало настоящим испытанием для индивидуальных предпринимателей. Почти 4000 человек сбежали из бизнеса, отнесли свои свидетельства в налоговую. Связано это с тем, что изменился порядок начисления страховых взносов индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам и тем, кто занимался частной практикой. А в результате выплаты существенно выросли. В защиту ИП и всех остальных, кого коснулись изменения, выступили организации от бизнеса. Правила игры частично пересмотрели, а свою лепту в общее дело внесли и институты уполномоченных по правам предпринимателей. Свой защитник у бизнес-сообщества появился и в Чувашии. Им стал Владимир Иванов, предприниматель депутат Чебоксарского горсобрания и советник главы Чувашии. Вместе с государственной должностью уполномоченного по правам предпринимателей в республике появилась инвестиционная карта. Она призвана облегчить жизнь предпринимателей, создать все условия для комфортного бизнеса. От того, как он чувствует себя в регионе, во многом зависит решение социальных вопросов, создание новых рабочих мест, уплата налогов в бюджет. Всемирным полем для конкуренции становится качество. С него должен начинаться любой бизнес-процесс в стране, и абсолютно для всех это будет ежедневной заботой. Утверждали участники 9-го межрегионального форума «Стратегия практика успешного бизнеса» и республиканской конференции, посвященной Всемирному дню и Европейской неделе качества. Представители бизнеса, власти, эксперты в течение двух дней говорили о проблемах в области качества и выстраивали стратегию, конечным итогом которой должно стать лучшее качество продукции и услуг. Как создать бережливое производство, улучшить работу властей и целых отраслей. Вот только некоторые темы этой встречи. В качестве экспертов выступали представители различных институтов страны, специализированных центров «Роснано». В декабре Министерство экономического развития, промышленности и торговли возглавил Владимир Аврелькин. Он стал самым молодым министром в нынешнем кабинете. Ему 35 лет. При этом Владимир Александрович уже доктор технических наук. Еще одно значимое изменение произошло в Управлении Федеральной миграционной службы по Чувашии. Руководить им пришел 42-летний полковник внутренней службы Виталий Черничкин. Первое громкое дело при новом руководстве связано с выдворением из Чувашии 48 нелегалов из Индии, Марокко, Шри-Ланки и Таджикистана. Кадровые изменения произошли и в ведущих вузах Чувашии. В июне ректором Сельскохозяйственной академии республики стала Людмила Линик. В конце года должность ректора ЧГУ занял Андрей Александров. Одним из самых ярких событий года, достойным упоминания сразу в нескольких номинациях, стали Дни Чувашии в Совете Федерации. Министры, руководители предприятий, депутаты работали в Верхней Палате три дня, успев за это время обсудить множество вопросов и внести ряд предложений. Все они связаны с развитием сельского хозяйства, промышленности, образования и культуры Чувашии. Глава республики Михаил Игнатьев и спикер Госсовета Юрий Попов приняли участие в части субъекта Федерации. Вы знаете, вот настолько заинтересованно проходили заседания комитетов по обсуждению экономического и социального положения в Чувашии и других вопросов. Для сенаторов это просто вот такой содержательный предмет для разговора, понимания и выработки мер решений законодательных инициатив. И надо сказать, что Чувашия это один из интересных субъектов Федерации и очень много позитивного делается. Да, есть проблемы с бюджетом, да, скажем, сейчас есть проблемы в ряде отраслей экономики, но они общие для России. В то же время очень много таких новаторских подходов, интересных идей, которые мы постараемся сделать достоянием других субъектов Федерации. В 2013 году Актина расширялись и зарубежные связи. Удачно прошла презентация республики в посольстве Индии, с которой нас связывают давние отношения. Есть интерес, и наши предприятия участвовали не единожды в выставках, которые проходили в Индии. И мы видим, как серьезно развивается Вашистана. И, соответственно, надеемся, что будем взаимно полезны как только. Восстанавливается и укрепляется сотрудничество с Польшей, Австрией, Германией, Китаем, рядом других государств. Внешнеэкономическая деятельность превысила 300 миллионов долларов. В 2013 году наметились и новые перспективы. На русско-японском форуме в Москве обсудили возможности сотрудничества в сфере сельского и лесного хозяйства, рыборазведения, городского хозяйства, здравоохранения. Страна восходящего солнца намерена уделить пристальное внимание российским регионам. Чувашия, со своей стороны, готова к расширению деловых связей. Михаил Бабич, полномочный представитель президента России в ПФО, в уходящем году посетил нашу республику три раза. В январе на встрече с членами правительства Чувашии, руководителями образовательных учреждений и потенциальными работодателями обсуждали вопросы подготовки специалистов для промышленности. Для наглядности участники встречи использовали производственные мастерские Чебоксарского электромеханического колледжа. Следующая встреча Михаила Бабича с руководством нашей республики состоялась в конце сентября. Только приехал полпред не один. На совет по ветхому и аварийному жилью собрались главы регионов округа. Было принято решение разделить жилье аварийное и ветхое, провести инвентаризацию и уже потом определять объемы. Выработать справедливые методики, которыми руководствуется фонд жилищно-коммунального хозяйства, который софинансирует эти программы. И, соответственно, принять все меры для того, чтобы и земельные участки, которые сегодня находятся в обороте, были использованы для этих целей, как федеральные, так и в случае принятия соответствующего закону проекта, региональные, муниципальные и неразграниченные, чтобы также были направлены в оборот для решения задач по расселению ветхого аварийного фонда. Третий двухдневный визит полпреда президента России в Чувашу оказался самым насыщенным. Вместе с главой республики он посетил Ядринский район. Прибыл он туда вертолетом и сразу направился на одно из предприятий по переработке молока. Участники встречи обсудили болевые точки АПК, ситуацию на рынке молока, необходимость повышения производительности труда, коснулись мер государственной поддержки сельхозпроизводителей. Вечером Михаил Бабич строгий костюм сменил на спортивную форму и вместе с главой Чуваши сыграл в хоккей. Второй день Михаил Бабич провел на промтракторе. Ознакомился с линиями обрабатывающих центров, осмотрел главный конвейер, участок сборки кабин, линии порошковой окраски. Завершился визит к демонстрации возможностей тракторной техники. А ведь получается! Вот что может наша техника, вот что могут наши операторы, вот что может наш завод, вот что может наш концерт! Прогнозы, что субсидирование производителей молока в 2014 году продолжатся, вдохновляют руководители СХПК. В последние дни уходящего года в Канажском районе республики открылся еще один коровник. Таким образом, на Атнашевской молочной товарной ферме стало более полутора тысяч голов. В эти же дни в Красноармейском районе распахнула свои двери и новая овцеводческая товарная ферма. Благодаря реализации приоритетного национального проекта развития АПК, за последние семь лет построено и реконструировано 157 объектов животноводства. Ежегодно, несмотря на все трудности, которые происходят у нас в сельскохозяйстве, вы знаете, что в этом году и засуху была, и очень тяжелая уборка. Но есть такие руководители, которые грамотно ведут бизнес сельскохозяйственный и вкладывают деньги и получают результат. И вот сегодня здесь открытие фермы, крестьянского ферма с хозяйством, это Бекулова, который, пусть даже воспользовался грантом, который был выделен как из федерации, так и из республиканского бюджета. И вот завершил строительство фермы. Я считаю, что это важные моменты. И в целом по Чувашской республике у нас семь фермеров таких. Гранты на развитие семейных животноводческих ферм получили 10 крестьянско-фермерских хозяйств. Общий объем господдержки составил 62 миллиона рублей. Благодаря полученной государственной поддержке фермерские хозяйства закупили более 200 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Приобрели семян зерновых, овощных культур, многолетних трав и картофеля в количестве 86 тонн. Сельскохозяйственные предприятия республики постепенно увеличивают обрабатываемые площади и выращивают непривычные для республики культуры. В этом году было засеяно 3,5 тысячи гектаров горчицы, 2,5 тысячи кукурузы. Три региональные целевые программы АПК «Чуваши» – поддержка начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм и устойчивое развитие сельских территорий. В 2013 году прошли конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства России. Первое, кто чутко отзывается на любые экономические коллизии – социальная сфера. Однако в бюджете «Чуваши» расходы на эти отрасли – защищенная строка. Все государственные обязательства подкреплены материально. Именно поэтому обошлось без потрясений. Все перемены были к лучшему. То, что курить вредно, конечно, знают все. Однако с этого года эта вредная привычка бьет не только по здоровью, но и по кошельку. В середине ноября вступили в силу новые ограничения нашумевшего антитабачного закона. Не только больницы и школы, но и госучреждения, детские площадки, университеты, учреждения культуры и спорта, лифты и даже подъезды стали безникотиновой зоной. Дымить можно только в специально отведенных местах, иначе штраф – от 500 до 1000 рублей. Ну а тем, кто решит затянуться на детской площадке, придется выложить 2, а то и 3 тысячи рублей. В «Чувашии» бой дали еще одной пагубной привычке – алкоголизму. Так в ноябре определили перечень мест, где не допускается розничная продажа высокоградусных напитков. Для тех заведений и предприятий, где торговля алкоголем разрешена, сдвинули временные рамки. Продавать спиртное там можно только с 8 утра и до 10 вечера. Несмотря на ментальную привязанность к вредным привычкам, большинство россиян отреагировали на оба ужесточения адекватно – здоровее будем, чем, безусловно, порадовали медицинских работников. В уходящем году у них, в общем-то, было немало поводов для радости, и, самое главное, в «Чувашии» рождаемость наконец-то превысила смертность. Еще один показатель – инвалидизация населения тоже медленно, но верно сокращается, во многом благодаря правильной реабилитации. Успехи «Чувашии» в этом направлении обсудили на Всероссийском совещании врачей и решили распространить наш опыт во всех регионах. В уходящем году в «Чувашии» предметно занялись созданием сети фельдшерско-кушерских пунктов. ФАПы позволят максимально приблизить медицинскую помощь к пациентам. Всего к концу 2014 года их будет 100, а там, где ФАПы уже появились, люди успели оценить их преимущества. Повышается профессионализм врачей. В республике успешно проводятся сложные операции, ради которых прежде приходилось уезжать в другие регионы или Москву. Наряду с кардиологией, онкологией, протезированием развивается эндокринная хирургия. В госпитале для ветеранов войн совсем недавно впервые удалили надпочечник малотравматичным лапароскопическим методом. Каждый пациент для нас уникальный, и каждая операция сама по себе уникальна, интересна. Авторитетом в медицинском сообществе пользуются и педиатры. Раньше, несомненные успехи демонстрировали неонатологи, которые научились выхаживать малышей с экстремально низкой массой тела. Теперь к ним прибавились школьные врачи. Лариса Иванова, например, признана лучшей во всей России. Она не только следит за тем, чтобы ребятам вовремя были сделаны прививки, но и проводит большую профилактическую работу. В школьном расписании регулярно появляются оздоровительные уроки. Обязательными стали физкульт-паузы. В уходящем году в столице Чувашии и Новочебоксарск впервые приняли участие во всероссийской акции «Тотальный диктант». Желающих проверить свою грамотность оказалось в два раза больше, чем ожидали организаторы. Вместо 500 заявленных участников пришли более 800. Текст диктанта написала современная писательница Дина Рубина. «В школе писал лет 30 назад. Очень давно. Увидели по рекламе местных каналах. Уговорил дочку. Честно говоря, очень хорошая акция, очень серьезная». Проверка «Тотального диктанта» была строже, чем это бывает в школах. Отрицательные баллы получили больше половины участников. Не обошлось и без отличников. Четыре человека написали «Тотальный диктант» без ошибок. Вслед за «Тотальным диктантом на русском языке» флешмоб поддержали и на чувашском. Акция была призвана повысить престиж родного языка. Специально для контрольного испытания текст написал народный поэт республики Юрий Семендер. Принять участие в диктантах могли все желающие. Ни фейс-контроля, ни дресс-кода не устанавливали. Чего не скажешь об образовательных учреждениях. Джинсы, мини-юбки, разноцветные свитера особо никогда не разрешали надевать в школу. А сентября уходящего года в законе прописали. Школьники должны носить единую форму. Такая установка пришлась по душе не всем учащимся, но подчиниться пришлось. А учителя 64-й Чебоксарской школы решили поддержать своих учеников оригинальным способом. Черные жакеты, юбки до колен и белые блузки. Даже те, кто впервые переходит порог этой школы, смогут без труда отличить преподавателей. Они личным примером мотивируют своих учеников носить школьную форму. Сшито хорошо, да. И идея понравилась тоже, потому что не нужно думать, что одеть утром. Студентов форму носить вряд ли обяжут. Там проблемы посерьезнее. Три высших учебных заведения Чувашии имеют признаки неэффективности. Это ЧГПО имени Яковлева, Институт культуры и Региональный институт технологии и управления. В прошлом году в этом списке была и сельхозакадемия. В этом году учебное заведение улучшило результаты своей деятельности. А дворец детского и юношеского творчества города Чебоксары всегда работал на отлично. И в этом году еще и стал победителем всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России-2013». Его отметили в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования». В этом году в Чебоксарах появилось пять новых садиков. Один из них частный. Также детские сады открылись в Канаше, в Ибресенском, Комсомольском и Яльчиковском районах. Открывались дополнительные места и в уже существующих группах. Таким образом, больше 6 тысяч малышей начали ходить в детсады, а их мамы смогли вернуться на работу. И можно сказать, мечта родителей, желание родителей в канун Нового года. Мы же всегда загадываем свои желания, мечты. Соответственно, мечта тоже исполняется. В Чувашии практически ликвидирована очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет. До 2015 года чебоксарские власти обещают построить еще 15 новых зданий и реконструировать 5 старых. Это должно помочь обеспечить всех детей от полутора лет местами в детских садах. Депутат Госдумы от нашей республики Алена Аршинова, руководитель проекта «Детские сады детям», держит этот вопрос под контролем. Мне очень рада. На самом деле, Чувашская республика одна из первых в пятерке регионов, которые быстро освоили эффективно средства, которые поступили из федеральных субсидий. Открытие детского сада по улице Гладкова долго откладывалось. Подрядчики, которые приступили к строительству, дело до конца не довели. Контракт со строительной фирмой расторгли и вновь провели конкурс. Избранной компанией пришлось исправлять недоработки. На то, чтобы завершить проект, понадобилось более 50 миллионов. Завершить работы успели до Нового года. Подрядчики потрудились на совесть. Новый садик решили назвать «Дворцом детской радости». И это не случайно. Для Дашкалет оборудовали бассейн, интерактивный центр и музыкальный зал. Преподаватели уже начали обучать ребят письмо, грамоте и английскому. Познавать незнакомый язык девочкам и мальчикам помогают игры. Методика эффективна. Несмотря на то, что дети довольно-таки в юном возрасте находятся, они очень хорошо усваивают все грамматические и лексические нормы иностранного языка. И я думаю, что процесс обучения английскому языку в игровой форме дается им более интереснее. Новый детский сад будут посещать 300 ребят. Свободных мест почти не осталось. Укомплектовали полностью и дошкольные учреждения в северо-западном районе. Чтобы привезти своих чат, родителям не придется ходить далеко. Садик расположен под их квартирами. Подобное уже открывали на этой же улице минувшим летом. Все по-домашнему. Игровая площадка во дворе, сенсорная комната, музыкальный кабинет. Оборудовали помещение самым современным оборудованием и новой мебелью. Новые детские сады в Чувашии отвечают недавно разработанным требованиям. На развитие детей, на дошкольное образование. Сегодня одно новое место, которое вводится в новых садах, это от 500 до 600 тысяч. Одно место, это новое строительство. И поэтому вот эти нормы, они позволяют нам качественно обеспечить доступность и качественность образования. В преддверии празднования памятных дат в столице республики стартовал проект «550 добрых дел». Благотворительная акция «Лучик добра» охватывает детские сады, которые посещают особенные дети. Волонтеры собирали для них все необходимое – книги, раскраски, карандаши, игрушки и комплекты постельного белья. Вообще волонтеры в выходящем году громко заявили о себе. Они работали на универсиаде в Казани, сажали деревья в Заволжье, помогали инвалидам. Под конец года провели новогодний утренник для детей и столичных социально-реабилитационных центров. Любой год хорош не только результатами, но и заделом на будущее. Для ряда регионов России, в числе которых и Чувашия, таким заделом стала подготовка к строительству высокоскоростной магистрали. В Чувашии стартовал пилотный проект авиаперевозок. За достаточно небольшие деньги жители республики могут добраться в Уфу, Самару, Санкт-Петербург и Москву. Половину стоимости билета оплачивает государство. Полеты выполняются на девятиместном легком одномоторном самолете. Экономия времени и денег ощутимо, отмечают пассажиры. У вас ощущения вообще? Хорошие, хорошие. Как А2 раньше было. Вот такая машинка. Часто летает? Да, часто приходится. Еще один проект, который заявили в 2013 году, строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань протяженностью 770 километров. Остановка запланирована и в Чебоксарах. По новой магистрали могут быть запущены поезда Сапсан и скорые электрички. При строительстве ВСМ-2 заинтересованные стороны будут учитывать все аспекты – экологию, охрану объектов культурного наследия, коммунальное хозяйство. Важная тема – регулирование земельных и градостроительных отношений, а также изъятие земельных участков. В современных условиях необходимо решать и проблемы безопасности. Под конец года в России произошли сразу два теракта. Глава Чувашина провел телеграмму губернатору Волгоградской области Сергею Баженову, в которой выразил соболезнования в связи с трагическими событиями 29 и 30 декабря. С глубокой скорбью народ Чуваший воспринял известие о гибели людей в результате двух взрывов, произошедших в Волгограде, говорится в телеграме. Республика наша скорбит вместе с Волгоградом, потому что погибших уже более 20 человек, пострадавших к сотне приближается. Это дети потеряли отца, дети потеряли мать. Они остались без родителей в этой ситуации. Кто-то мужа потерял, кто-то сына потерял, поэтому тяжело, тяжело даже говорить об этом. В эти новогодние праздники службы правопорядка переведены на усиленный режим. Ну, хотелось бы, конечно, призвать самих горожан, само население Чувашской республики, чтобы были бдительны, чтобы, если где-то что-то видят, подозрительный предмет человека, чтобы они сразу оперативно проинформировали наши правоохранительные органы, прежде всего полицию, потому что сотрудники, они у нас везде есть, где массовое пребывание людей. Также силовики призвали всех жителей Чувашии быть внимательными к своим соседям, не оставлять детей без присмотра и с особой осторожностью обращаться с огнем и петардами. 2014 год объявлен в России годом культуры, однако это не означает, что все предыдущие годы не были насыщены яркими, интересными и памятными событиями. 2013-й, в частности, подарил нам множество незабываемых встреч. 2013 год был богат на юбилеем. Уже в начале года, в январе, свое столетие отметила известная журналистка и писательница Валентина Эльби. Долгое время она проработала редактором детского вещания на радио и телевидении. Впервые в Чувашской печати это имя появилось в середине 30-х годов. Эти картины, которые я видела в детстве, я уже постаралась, когда я сама писала, там многое я включила это, писала. Всего из-под ее пера вышло более 20 книг. Одну из них даже включили в школьную программу и перевели на морейский язык. В июле в республике отмечали столетие со дня рождения чувашского композитора Филиппа Лукина. С его именем связаны наиболее яркие достижения в песенном творчестве чувашских композиторов. Всего им написано около 800 песен. 17 сборников изданы в Чубаксарах, 12 в Москве. Столетие еще одного знаменитого чувашского композитора Германа Лебедева, автора музыки государственного гимна Чувашии, отметили в республике. Музыка Лебедева прошла проверку временем. Его музыкальные творения широко известны как в нашей республике, так и далеко за ее пределами. Один из лучших мастеров чувашской песни написал около 400 песен, ряд инструментальных произведений для симфонического оркестра, 13 вокально-хореографических сюит, музыку к спектаклям драматического театра. Народной артистке СССР Вере Кузьминой исполнилось 90 лет. С 1947 года и по сей день Вера Кузьминична работает в Чувашском академическом драматическом театре. Актриса сыграла более 140 ролей. Они были самые разные – героические, комические, трагические, сатирические. Актриса продублировала на чувашский язык многие главные женские роли в известных советских фильмах прошлых лет. Работала на радио, читала много стихов чувашских поэтов. Рассказы Бориса Чиндакова однажды даже снялась в художественном фильме режиссера Белошникова «Ловкачу и Хипоза». Мосфильм. В этом году чебоксары сделали еще один шаг к разгадке давней тайны. В исторической части города на месте бывшего Никольского монастыря начались раскопки. Именно сюда более 400 лет назад была сослана бабушка первого русского царя из рода Романовых Мария Шестова. Отыскать это место в 21 веке удалось благодаря фотографиям и документам. Сто лет назад здесь уже проводили раскопки. Останки обнаружили, сделали заключение, что они действительно принадлежат Марии Шестовой и перезахранили в том же месте. Сегодня, чтобы найти усыпальницу, археологам понадобилось два с половиной месяца. Впереди экспертизы ДНК, согласия на которые должны дать и потомки царского рода. Ученым необходимы фрагменты останков дочерей Михаила Романова. Правнучек Марии Шестовой. Сейчас ведутся переговоры с музейным комплексом Кремля. Раскопками заинтересовались и представители Дома Романовых. В этом году в Чебоксары на четыре дня приезжала великая княгиня Мария Владимировна. Она посетила Веденский собор, столичную мечеть и наградила всех, кто участвовал в раскопках. 400-летию Дома Романовых посвящен новый туристический маршрут, который так и назвали «под императорской короной». Прошел маршрут по Мариинско-Пасадскому району. Тот, кто по нему отправится, посетит музей Геральдики, увидит памятник императрице Марии Александровне, супруге Александра Второго. Он появился на набережной Марпасада. Кроме того, путешественников ждет смотровая площадка с видом на Волгу и знаменитую Государеву гору. Кстати, один из главных пунктов маршрута, сам город Мариинский-Пасад, заслуживает отдельного внимания. В этом году его признали лучшим малым туристическим объектом в Приволжском федеральном округе. Произошло это на фестивале «Открой при Волжье», который проходил в Нижнем Новгороде. Впрочем, кое-кто приезжает Чувашу не только посмотреть, но и себя показать. Так в декабре в республике впервые прошел международный форум редких самобытных этнических групп и исполнителей на необычных инструментах «Истоки». Герои следующей номинации в официальную историю, конечно, не попадут. Зато в памяти останутся у многих и надолго. Встречайте, номинация «Неофициоз года». Из Чебоксара в Новочебоксарской обратно он ездит на маршрутке практически каждый день, причем абсолютно бесплатно. Это не какой-нибудь привилегированный льготник, а собака по кличке Мухомор. Вот такого героя наша съемочная группа встретила в марте 2013-го. Завелась эта достопримечательность на одной из баз пригородного маршрута еще три года назад. Четвероногого пассажира все водители здесь знают и покататься пускают без вопросов. Только вот почему пес выбрал именно этот маршрут и откуда у него такая страсть к путешествиям, остается загадкой. Ну а по какому маршруту поплывут вот эти герои, неизвестно. Они отправляются в свободное плавание. В рамках фестиваля «Волжские встречи» журналисты Чувашии выпустили Волду Мальков-Стерляди. Теперь где-то плавает рыбка, которую выпустил на волю и журналист нашей телекомпании. Что ж, кто-то путешествует, а кто-то наоборот стоит на одном и том же месте веками. В Маргаушском районе растет дуб, которому уже более трех столетий. В 2013 году после тщательных обследований и экспертиз дереву присвоили статус памятника живой природы. А теперь от памятников к символам. Следующий год пройдет под знаком лошади. С несколькими очаровательными представителями лошадиных наша съемочная группа познакомилась поближе, но и познакомила вас, наших телезрителей. Глядя на такой символ, почему-то верится, что год будет добрым. А теперь скромно упомянем о наших достижениях. Помимо того, что национальное телевидение Чуваши освещало все важнейшие, важные, значимые, резонансные и интересные события, мы успели занять ряд призовых мест в различных профессиональных конкурсах. Благодаря программе «Дерево дружбы» о Чувашах, живущих за пределами республики и национальных общинах, которые обосновались Чуваши, теперь знают далеко за пределами региона. Социальный ролик «Подари жизнь» о поддержке материнства и профилактике абортов – единственная работа из Чуваши, которая прошла строгий отбор и сумела завоевать призовое место во всероссийском конкурсе. К слову, комиссия рассмотрела более 4 тысяч авторских работ почти из 70 субъектов страны. Редактор телевидения Мария Шоклева вышла в финал самого престижного телевизионного конкурса «Тэфи-регион-2013». Мария представила на конкурс идею телеигры «Наобум». Номинация «Питчинг идей» появилась на всероссийском конкурсе в прошлом году. Ее цель – определить наиболее креативный и яркий телепроект. И, наконец, 16 декабря в 3 часа дня на радиоволнах зазвучало новое радио – «Тван-радио» или родное радио национальной телерадиокомпании. Помимо музыкальных композиций на волне 100 и 3 FM вы сможете услышать новости на чувашском и русском языках, просветительские и развлекательные программы, лучшие передачи национального радио. Ну а самое главное наше приобретение – мобильный видеопередатчик высокой четкости, который операторы и режиссеры ласково называют рюкзаком. Благодаря ему национальное телевидение «Чуваший» может выходить в эфир в любое время из любой точки республики. Именно так мы работали в день эстафеты Олимпийского огня. Так что самая свежая, самая важная, самая интересная и самая оперативная информация в вашем распоряжении, дорогие телезрители. Чаша Олимпийского огня в Чебоксарах зажила! И в завершение выпуска о том, что просто нельзя было не увидеть или не услышать. Спортивные победы и достижения этого года позволяют с уверенностью сказать – Чувашия к Олимпиаде готова. Я была на универсиаде в Казаре. Вот. Этим запомнился. Это день города. Зарядка. Нам запомнилась зарядка массовая. Мы ходили нам вместе с пизруками, со всем университетом. Это было нечто. Следом за ними к соседям отправились и спортсмены-студенты из Чувашии. Вернулись с пятью медалями. Я поставила перед собой цель, что я должна домой вернуться обязательно с медалью. И я теперь очень довольна. Второе место для меня как золото. Чебоксары – Иерусалим спортивной ходьбы. Такой эпитет дал нашему городу президент Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Валентин Балахничев. И пообещал поддержать кандидатуру в столице республики на конкурсе на проведение чемпионата мира по спортивной ходьбе. В ноябре Чебоксары выиграли право провести Кубок мира в 2016 и 2018 годах. К спортивным достижениям стоит отнести и результат массовой акции зарядка со звездой. В день города Чебоксары на Красную площадь вышли жители столицы, которые решили побить предыдущий рекорд России и Европы. Зарядки со звездой в Чебоксарах проходят несколько лет и достаточно регулярно. Но такой массовой не было никогда. 17 тысяч регистрационных браслетов не хватило и половине участников. Я скажу, что с каждой минутой народа становится все больше и больше. Лучше пронести и не мчать всех желающих. В конечном итоге оказалось, что в зарядке со звездой приняли участие около 30 тысяч человек, что дало нам право отправить заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Мы долго следили за ним, пересматривая эфиры федеральных каналов и интернет-сайтов. И только в конце декабря у чебоксарцев появилась возможность увидеть его воочию. Столица республики на один день стала Олимпийским городом, приняв факел сочинских игр. За Чебоксара огонь улетал в космос, спускался на дно Байкала и поднимался на вершину Эльбруса. На чем его только не перевозили. И на мотоцикле, и в карете, и даже на собачьей упряжке. Креативу нет предела. Каждый раз в честь огня Олимпиады устраивают необычные шоу. И сегодня он прибыл в Чебоксаре! Аплодисменты! На старте торжественная церемония. Самый первый свой факел зажигает олимпийская чемпионка Елена Николаева. Всего же в столице республики главными героями эстафеты становятся 163 человека. 33 километра мимо знаковых памятников, храмов и соборов. На залив огонь прибыл только вечером и достался в руки семьи Степановых. Свою дистанцию они решили преодолевать в шестером. Эстафету у них принял глава республики. Михаила Игнатьева на всем пути поддерживали горожане. Посмотреть на эстафету пришли более 2000 человек. Я благодарен нашим жителям Чуварской республики и нашим дорогим гостям, которые приехали и оказали нам сове и содействие провести этот праздник на высоком уровне. Да здравствует Олимпиада 2014! А на Красной площади зажигали не только спортсмены, но и бульдозеры. В честь эстафеты тяжелая техника исполнила танец маленьких лебедей и свой новый трюк. С помощью ковша была открыта бутылка газировки. Эстафета завершилась на стадионе Олимпийский. Финиш на главной сцене. Самый долгожданный момент. Чашу зажигает чемпион мира по лыжным гонкам Владимир Воронков. Такое ощущение, как будто я побывал на Олимпийские игры. И мне это может потерзить наш президент. Он тоже великий спортсмен и знает, что такое волнение. Наш выпуск подошел к концу. И разумеется, это лишь малая талика того, что произошло в Чувашии в уходящем году. Национальная телерадиокомпания «Чувашия» искренне желает нам всем, чтобы следующий год был таким же наполненным событиями, богатым положительными эмоциями и непременно счастливым. До встречи в январе. Редактор субтитров А.Семкин